Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Потом будет экзамен. Экзамен обычно состоит в том, что дается две задачки. Надо их решить. Вот. Все два. Теперь. Насчет литературы. Литература – дело плохо. Значит. Есть книжка «Опань». Даже две книжки. Одна очень старенькая, а одна потом расширенная. Значит, одна называется «Лептонная аквартира», другая называется «Квартира аквартира». Какая из них, я уже не помню. Но я советую… В библиотеке, наверное, есть и та и другая. Та, которая старенькая, она тоже полезна для вас тем, что там какие-то простые всякие кинематики и, так сказать, там, адресидирок. Все это более подробно выписано. А та, которая более новая, там этого нет. Там уже, ну, считается, что все известно. Поэтому советую взять и ту, и другую. Пригодится для вычисления. Но… Обе книжки написаны неудачи. Та, которая старая, она вообще настолько морально устарела, потому что она только вот полезна в смысле вот таких параграфов чисто кинематически. А которая более новая, она тоже где-то, помню, в районе 90-го года ее сдали. Но дело не в этом, а в том, что она неудачно написана. И опечаток там очень много. И как-то… Ну, в общем… Но ничего лучше предложить не могу. Есть? Что? Там песни шведа? Там мало песни шведа. Там… И там она скорее рассчитана на теоретиков, чем на экспериментаторах. Там основной упор делается на чисто формальные вещи. Поэтому… Кто хочет, пожалуйста, читайте. Но это не то, на что у нас будет упор. У нас будет упор, поскольку это все же экспериментатором читается, на чисто прикладные аспекты. То есть всякие там петлевые поправки и так далее… Я буду только мельком обсуждать. В основном… Будут расчеты… В смысле слабого взаимодействия. Расчеты будут в низшем порядке. И сразу хочу сказать, что… Реально основные все проблемы, как для самой теории слабого взаимодействия, так и просто для… Не студентов… Для меня проблемы со студентами, что в зависимости от того, что за все предыдущие годы опыт показывает очень слабое знание квантовой хромодинамики. Вот это большая проблема, если с этим чуть ли не половина времени уходит на то, что приходится напоминать и снова обсуждать свойства квантовой хромодинамики, а не слабого взаимодействия. Но и по сути дела, это на самом деле действительно основная проблема вычисления в любом случае. Потому что наблюдаемые процессы всякие, которые мы в основном будем обсуждать, это вся часть распады элементарных частей. Ну, слово «элементарные» в кавычках. Это «слабые распады», то, что называется. То есть это те распады, которые должны счет слабого взаимодействия. Есть сильное взаимодействие, электромагнитное, слабое и гравитационное. Гравитационное вообще нет. Будет упоминаться, оно играет ничтожную роль для низких энергий. А подразумевается, что сильное электромагнитное, вы знаете. Есть распады, ну, как у них питание. То есть в ромезон распадается на два пиона, это сильный распад. Идет еще сильное взаимодействие. Типичные ширины сильных распадов – это десятки метров. Есть распады, которые сильно не идут, но за счет электромагнитного взаимодействия идут. Например, геном на два катона распадается электромагнитно. Но это времена жизни уже намного больше, конечно, чем времена жизни по сильным распадам. И, наконец, слабое взаимодействие, но так и называть можно на очень слабых энергетических энергиях. И там времена жизни, ну, если уж секунда говорить, то, скажем, время жизни по сильному распаду – это десять минус, там, допустим, двадцать второй секунды. Время жизни, например, пи-0 и два гамма – десять минус, я боюсь, ошибиться по памяти, кажется, шестнадцать. А время жизни какого-нибудь слабого распадит. Например, пи-0 и нюх – десять минус восьмой. Ну, а ширина есть обратная. Ну, поэтому при низких энергиях имеется такая очень сильная иерархия масштабов. Поэтому и называется сильное взаимодействие – слабое взаимодействие. Надо сказать, что, если бы не было слабого взаимодействия, то очень много частиц были бы абсолютно стабильными. А в основном идут распады за счет именно слабого взаимодействия и реально стабильными на сегодня являются протон, электрон, протон, может, неизвестно. Это все. Все остальные так или иначе распадаются. Кто быстрее, кто медленнее. Поэтому, когда реально в детекторе вы там что-то вылавливаете, то, если это сильная распада, то обычно трек вообще не едет. Он не успевает пролететь заметное расстояние, как уже распадается. А если это слабый распад, и энергия достаточно приличная, то за счет гамма-фактора время жизни в гамма-раз увеличивается, и летны треки. Но если достаточно все-таки большое расстояние пролетит, он все равно распадется, рано или поздно. И поэтому тоже для многих частиц вы видите не саму частицу, а конечная продукция распада. В конце концов, настоящими, еще раз говорю, частицами, которые не распадаются, являются всего-то несколько штук. Поэтому, в итоге, цель нашего курса – изучить свойства слабого взаимодействия. Слабое взаимодействие является, по сути, частью общего электрославного, то, что называется взаимодействие. Это единая теория. Ну вот так же, как, например, электромагнитное и слабое взаимодействие в свое время рассматривались как разное взаимодействие, а потом возникла общая теория Максвелла. Так и здесь электромагнитное и слабое взаимодействие в гаммийских энергиях каждая совершенно разная. и по силе, и по свойствам, и по всему. А теория, которая на сегодня есть, и хорошо все объясняется, и пока что на плане не обнаружено, так называемая стандартная модель, она предсказывает, и это проверено, что при энергиях порядка сотни лет, слабое электромагнитное взаимодействие, это одно целое. Они в различии становятся уже маленькими, и это одна единая теория, и мы ее будем изучать. в том же деле. Ну вот, в двух словах, чем могу он заниматься? Можно сказать совсем кратко, поймутся часть стандартного модели. Теперь, в связи с тем, что, повторяюсь, в литературе дело обстоятельно плохо, советую ходить на лекции. Потому что на лекции можно любой вопрос тут же выяснять, по ходу дела можно задавать любой вопрос. У меня есть вопрос, какой диапазон энергии мы будем изучать? До стагаев, выше стагаев или всё вместе? Да, да, ниже. Обычная масштабом является масса дублевого эпазона 80 гель и масса за 0 эпазона 90 гель. Так вот мы будем в основном изучать энергии намного меньше. Ну, до нескольких гель, скажем. То есть, в основном распады. Это значит берётся какая-то частица. Обычно тяжёлые частицы, в смысле адронная резонанса, у которых масса может быть 1-2 гель, они распадаются сильно и на фоне сильного распада эффекты слабого взаимодействия ничтожно мы не наблюдаем. Поэтому речь идёт о тех частицах, которые распадаются слабо. Это, в основном, лёгкие частицы. Пимезоны, камезоны, ну, может быть, нейтроны, партнёры его, гидероны. Это всё масштаб энергии 1 гель. Сама теория работает, в принципе, как угодно больших энергий формально. Мы об этом, конечно, будем говорить. Но конкретные расчёты, в основном, будут идти по распадам. Как вычтить время жизни по отношению к распадам какой-то частицы, на какой-то, в каком-то канале это распадается. И это будет энергия масштаба, гель, несколько гель, макс. Понятно? Ну вот. Ну, хорошо. Значит, прежде чем начать прямо слабо, я кое-что напомню по КХД. Значит, Лагранжан КХД. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выглядит два так, значит все это кварковые болят. Ну и тут идет сумма по всем то, что называется флэйвэр. Так, это всегда вроде уборки D, S, C, B, D. Шесть флэйвэр. Это глионные напряженности. Этот свет пробегает значение с одного до восемь. Группа, как и след, соединяет с S3. Группа. Я напоминаю, прошу. Группа. а это потенциал это 8 глионных полей ну и наконец гавариантное производное это 3 на 3 матрица это то что называется генератор группы СО3 их 8 штук эти генераторы а 3 это низшее представление группы СО3 например 3 у кварка скажем в трех цветах красный синий и зеленый может их назвать поэтому эти генераторы матрицы 3 на 3 они действуют в этом трехмерном представлении кварка а вот это есть по сути генератор действующий в присоединенном представлении ну с точностью да кто там так что это матрица уже 8 на 8 и этих матриц 8 штук это тоже генератор в таком представлении восьмимерном плеонном представлении которое называется присоединенным и то есть я что-то спрашиваю надо сказать или да или нет не встречали а нижнее представление трехмерное называется фундаментальным это стандартная терминология группы СО3 ну и вообще группы СО3 группы СО3 низшее представление фундаментальное имеет размерность N а присоединенное представление это число глионов это N квадрат минус 1 G константа связи с сильными можете ЖС ее обозначить от слова Стронг так вот это лагранжан кэхэдэ с выключенным электромагнитным взаимодействием с выключенным слабым взаимодействием то есть какие то симметрии и инвариантности в этом лагранжан я напоминаю еще раз потому что нам это нужно будет для дальнейшего непрорыва ну есть калибровочная инвариантность вот эта группа СО3 цветовая она не просто инвариантность по глобальным поворотам когда оба поворота одинаковые во всех точках пространства это называется глобальное преобразование вращение а здесь локальные варианты когда матрица этого преобразования ну например действующий на этот триплет я тоже буду буквой А обозначать только здесь теперь А будет раз два три хорошо? или давайте так вот это И будет флевер который отличает У, Д и Э, С а цвет который вам обозначает давайте большой ухл например вот так а флевер маленький ухл но на самом деле по смыслу всегда я же начал это говорить какой-то индекс цветовой или флевер так но вот эти АВЦ еще они бегают от одного до восьми это глионное представление присоединенное джой а эти цвета бегают раз два три поэтому я может быть вот так их обозначу что а можно вообще не писать под буквой У поднимать триплет сразу так так вот этот столбец из трех преобразование выглядит так вот эта матрица СУ3 она его поворачивает матрица унитарная то есть У крест У равно У У крест равно единичная матрица ее можно заправить ее можно заправить издавать вот это генераторы вот эти здесь написан вид ну формально общий вид так это сумма по восьми цвета по восьми генераторов формально вид матрицы поворота вот такой цвета может быть выбран разница в том в каком представлении он будет действовать или это трехмерное например представление или это восьмимерное представление трехмерное представление это будет матрица 3 на 3 а восьмимерном это будет матрица 8 на 8 вот это матрица 8 на 8 вот эти индексы пробегая значение от одного до восьми. А это тоже от одного до восьми, но это количество их. Их всегда восемь генераторов в группе Су-3. А в каком представлении они действуют, определяются эти бинтексы. Каковы размер представления, такая размерность этой матрицы. Если это квартинг, а это трёхмерное представление, то это матрица 3х3. Я не знаю, как у вас их обозначали. Это часто ещё вот так их обозначают. Называются Лянда Матерс и Гелман. Как вам их рисовали? Такого видите? Какого? Дурский. Как? Дурский. Чистая. Буква Т. Но это условность, понимаете? Вы можете обозначить где-то Т. А можете обозначить где-то Альфа. Я. И вообще можете обозначить как угодно. Важно, чтобы понятно было, что это за матрица. Что это генератор группы Су-3. А как и обозначить дело вкуса? Так вот, это общий вид элемента группы. Это 8 генераторов. А это 8 углов вращения. Так вот, если эти углы константны, это называется глобальный поворот. Тогда вы делаете поворот на одни и те же углы во всех точках пространства времени. А если это локально, то тогда углы становятся функциями X-T. И в каждой точке или в каждый момент времени можно делать независимый равный поворот. Это называется локальное преобразование. Это намного сильнее, так сказать, намного более общий вид преобразования. Так вот, этот Магринжан инвариантен по локально преобразованию. Это называется калибровочная группа. Не только по глобальным, а по локальным. Но при этом кварк преобразуется вот так. Он умножается на матрицу поворота. А глион хитро преобразуется. Сейчас. В Zencaster. Возможно, они это даже. И еще работают другие ст pits одинael. Мы сейчас нажимаем anderen червämän номер конструкции все сайга. Ну, это вообще не электродинамики, где в электродинамике у вас всего одно поле батона, это можно пронести в матрицу, она сократится по уникальности с этой, и подобный потенциал просто ему прибавляется в полное производство. А в неандерском случае это выглядит вот так, что и само поле есть в матрице, и оно поворачивается по своему представлению. И кроме того, если добавляется система с полной производной, тогда при таком преобразовании напряженности уже являются комариантами, то есть напряженность уже не имеет этих хвостиков. Вот это обозначение я забыл. Когда нет явного индекса, вот тут ничего нет, то это отличает свертку с генератором. Вот так. Это стандарт. Это матрица уже. В зависимости от того, какие генераторы тут используются, обычно берутся генераторы в кварковом трёхмерном представлении, это вот эти матрицы 3 на 3. И тогда вот эта матрица глионная, это матрица 3 на 3 с этим трейсом. Трейс, знакомый слов? Трейсом. С трейсом равным нулю. И поэтому в этой матрице целено 3,9 элементов, но трейс равным нулю, а трейсом не зависимых восемь. Это больше вот этих генеров. Так вот, то же самое решение. Если я пишу так, а маленькое или а большое, это одно и то же. Большие уже просто поворачиваются. Ну и поэтому вот это есть вариант. По локальным калибровочным преобразованиям, а не только по глобальным поворотам. Ну и вот эта гавариатная производная, она тоже поворачивается. И поэтому вот это тоже есть вариант. Другими словами, в итоге. Есть награжденные варианты по локальным изнутри преобразования. Вот такие. Когда эти φ являются произвольными функциями координат. Это называется калибровочная нуля. Это обобщение как координат. Это исходная, основная симметрия. Теперь есть, она так сказать, это называется внутренняя симметрия. В том смысле, что взаимодействие кварков с глионами и глионов между собой, оно нетривиально преобразуется при этих преобразованиях. А есть еще так называемые внешние симметрии. Вот о них подробнее поговорим. Ну, например, пусть все массы кварков одинаковы. Я сейчас не беру реальную ситуацию, где все массы разные, а просто абстрактно обсуждаем КХДшного типа, так сказать, его. Пусть все массы будут одинаковыми. Тогда все флеверы выступают равноправно. И появляется дополнительная симметрия. Флеверная. А именно. Я могу. Я могу. Пси. Значит. Вот пусть у меня будет вот столько флевера. Это формально пока производная стиль. Столько кварков можете стоить. Так? Но по флеверу, в смысле, не по цвету. И объединим их в один столбик. Тогда этот огренжен имеет вариантность по поворотам из этой группы СНФ. А именно. Вот этот. Нажовем. Топси большой. Вот эти генераторы. Эта группа. Эта отдельная группа не имеет света никакого отношения. Так? Эти генераторы. Ну тут стоят. Если они действуют в нижнем вот этом фундаментальном представлении размерности СНФ, то это будет матрица СНФ на СНФ. С точки зрения математики, эта группа, и цветная группа, это одна и та же группа. Ну просто тут всего конкретно СУ3, а тут сейчас произвольно СН. Но с точки зрения математики это одно семейство, поэтому все свойства общие. В группе СН вот столько генератов. В низшем представлении она имеет размерность N, и генераторы будут матрицей N на N, с трессом равным нужным. Это будут параметры, их тоже сложность. Но это теперь у нас глобальная поворота. Так? То есть углы альфа константные, от их не зависит. Так вот видно, что отображённая ПСИ будет вот так при этом поворачивать. Ну и поэтому то, что стоит в Лагранжане, есть чертой ПСИ. То есть при этих флейверных поворотах клеоны не поворачиваются. У них нет флейвера, они синглеты по флейверной группе. Понятно? Только кварки крутятся, и вот эти все компоненты линейно перекомбинируются этой матрицей. Ну например, для наглядности. А здесь то же самое происходит, когда я по свету кручусь. Все эти линейно перекомбинируются. Ну пусть у меня всего два флейвера. У и Д. Вот я напишу из-за дублевика. Это будет группа Су-2. По флейверу. Из-за спины. Ну и теперь тут есть матрица поворота 2 на 2. Вот эта. Унитарная. Ее можно написать. Так, что-нибудь стереть. Так. Это сама матрица поворота. Она унитарна. То есть В-крест на В равно егеничной матрице. Вот она действует на этот дублевик. Ну и пусть его линейно перекручивают. Вот это исповернутая верхняя компонента У-штрих можете обознать. А это нижняя Д-штрих. Ну а это то же самое. Только размерность не 2, а N. Так вот, еще. Видно, что вот это не мешает. Потому что что сюда входит? Сюда входит производная по Х. Но поскольку наши углы поворота глобальные, они от их не зависят. Поэтому производная темпа равна нулю. Поэтому матрица поворота через производную по координатам проходит свободно. В Леон тоже ведет себя как константа по отношению к флеймерным поворотам. Ну поэтому вот это все ведет себя как константа. И поэтому фактически это будет С-4 на Пси. А С-4 на Пси видно, что это сократится по плитаментам. С-4 на Пси, это инварианты. Это квадратный леон. Итого, если бы у нас был вот такой лагериншан, где все массы одинаковые, вот это существенно, то тогда у нас бы еще было в дополнение к колору вот такая инвариантность по поворотам флеймера. Все варки можно было бы линейно перекарбинировать. Вот в этом смысле. И была бы такая же глобальная варианность. А локальная нет. Потому что если вы сделаете уны повороты альфа, зависит от х, то тогда вот эта производная, она дает добавку в пропорциональную производную от альфа. Видно? А компенсировать этот член-то нечем, потому что когда по цвету это давало здесь добавку, вот это дифференцировало фи от х, и давало добавку в производную от фили, что это же самое, в производную от матрицы Боворота, то она компенсировалась добавкой глиона, который я, конечно, уже стер. Леон имел добавку укрест-дамю. И эта добавка съедала добавку от производной, и вот это никакой дополнительной добавки к вариантам производной не имело, она поворачивалась как цел. Другими словами, для того, чтобы можно было заменить глобальные варианты с константными углами на локальные, с углами, зависящими от координатов, нужно добавлять соответствующие глионы, которые будут обеспечивать локальные варианты с константами. Производные дают добавку пропорциональную производным от углов. Так? Или что-то же самое производным от матрицы Боворота. Вот у вас дает си-свертой производная Пси, и будет добавка типа Пси-свертой, двойкрест, а здесь будет деми-альфа на В и на письмо. Ну, даже если на В не обращать внимание, то вот это же не ноль, когда альфа становится функцией координат. Если у вас сухой поворот, то становится зависимым от координатов. И у вас тогда появляется такая добавка, которая не равна нулю и не инвариантно. Если альфа константа, этого члена нет, и будет добавка вот такая. А в этой разе В равно единице. И вы имеете инвариантность. А если как углы делаете локальными, то появляются вот такие члены, инвариантность явно уже нарушена, чтобы ее восстановить, нужно добавлять сюда какие-то внешние поля В, которые сами будут удлиняться на производную, добавка к этому будет сокращать деми-альф. Как вы рекомендуете на письмо. Если вы фотон не добавите, у нас не будет локальной калибровочной вариантности. Так вот, но у нас тут нет этих полей. Леоны тут ни при чем. Это флейверное пространство, где вы сейчас круте. Поэтому, если вы хотите вариантность локальную по флейверу, нужно вводить дополнительные векторные флейверные поля, которых сейчас у нас нет. Поэтому у нас нет локальной вариантов типа флейвера, а глобальная есть. Вот такая. Это углы константы. И вы крутите на один и тот же угол во всем в каждой точке пространства. Если же у вас массы разные, то все разваливается. Потому что ну это очевидно, что такой вариантности не будет. что матрица М вы можете представлять, что это диагональная матрица, но не единичная. Это вот такая магната. Но все равно Пси с чертой М Пси это уже не вариант. Потому что когда здесь выскочит В крест, а здесь выскочит В, то они не сократятся. Это не единичная матрица. Поэтому если массу вы разлили, то инвариантность нарушается. Ну и по-другому очевидно. если есть инвариантность, то масса всех частиц в одном представлении должны быть одинаковые. Это собственная функция гамильзиняна. А гамильзиняна, если у вас есть инвариантность, он инвариантен по вашим поваром. И поэтому все массы частиц входящих в одно представление, они должны быть одинаковыми. А если вы дали разную массу разным флеворам, ну так вы все нарушили явно симметрии. Поэтому от этой симметрии ничего не останется. Это раз. Это еще не все. Тут есть еще повышенная симметрия. если мы возьмем массы все, положим просто равными нулями. Абстрактно. Значит тогда симметрия это так называемая керальная симметрия. Она связана с тем, что это я все напоминаю КФД, которое в принципе считается, что вы все это знаете. но поскольку это будет непроревно использоваться в слабом взаимодействии все равно с КФД приходится без дела, потому что обычно мы рассчитывать будем распады адронов. Адроны внутри это связанное состояние кварт-клеона по КФД. Поэтому на КФД никогда не ничего. Только для никто можно в первом приближении на КФД не обращать не мы распад скажем мемезона чисто лептунный. Там КФД играет макуэр. А как только это приходит обозначено пускай ты никуда не денешься. Так вот давайте введем вот это проект напомню Гама 5 матрица это вещь условная какой она имеет явный вид потому что явный вид всех Гама матрица он неоднозначный его можно перекручивать так чтобы было удобно есть стандартные к которым вы привыкли да например в стандартном виде Гама 0 это вот такая матрица это 2 на 2 подложка а Гама 5 стандартная это например вот такая матрица чем удобно это представление оно удобно межритивист компределить если у вас фермион тяжелый то тогда из 4 компонента спинок верхние компоненты будут большие порядка и делиться а нижние будут маленькие порядка в ОВЕКЦ и это будут верхние компоненты собственной функции гамма 0 с собственным значением единиц а нижние минус единиц то есть вот нервитивизм если нижние просто выкинуть которую могут ОВЕКЦ то у вас останутся верхние и это будет собственная функция гамма 0 А в обратном случае когда у вас частично ультраретивистка то на верхнем и нижнем все порядка единицы но по гамме 0 у них разные собственные значения тогда удобнее что касается гамма 5 вот эта матрица единица плюс гамма 5 попала это вот такая матрица ну плюс минус значит что надо делать я напишу явными директор спинно раз свободно так то есть можно написать так вот это матрица 2х2 а это двухкомпонентный спиннор который зависит уже до натурло стандартно я надеюсь так вот в релятивистском пределе эти малые это векции а в утре релятивистском пределе наоборот массу можно выбросить по сравнению с большой энергией энергия равна импульс по модулю вот это называется спиральность хилисти проекция спина на импульс вернее сигма матрица это не спина это удвоили спин и поэтому ее собственные значения вот такие или спин по импульсу или спин против импульса ну тогда у вас релятивистском пределе у вас это будет выглядеть так спин спин будут в смысле 1 плюс минус 1 а это будет общий множитель зависит от угол так вот возьмем например матрицу вот 1 плюс гамма 5 пополам и подействуем ну или по другому ультративистский предел когда я беру энергию большую по сравнению с массой массу выбрасываю он будет автоматически если у вас масса просто равна и даже выбрасывать будет нечего поэтому имея этот вид я буду сейчас говорить так как будто у меня все безмассовое но оно будет справедливое для ультративистского предела тоже поэтому массу просто выбрасываем и посмотрим как эти проекторы лево-право действуют на 4 компонент лево-плоски спиног единица плюс гаммафет пополам действуя на единицу а тут стоит лялька которая будет плюс или минус единица это стираль что она даст вот явный вид этой матрицы мы возьмем единица плюс гаммафет значит будет 1-1 минус 1-1 строка на столбец это будет единица минус лямбля здесь будет наоборот минус лямбля плюс 1 да смотрите мне как мы ламбля так если первая наоборот с 1 такая же у вас такая вот а да надо минус еще вторая строка плюс столбец это будет минус 1 плюс лялька она не такая она все минус ну теперь смотри если лялька равна плюс спин по импульсу то это будет ну он за нуля а если лямбля равна минус то это будет он восстановится при лямбля равном минус единице оно было 1 минус 1 и действие проектора это его собственная функция с собственным значением плюс 1 то есть вот эта матрица для безмансового кермиона она действует как проектор на пленную спиральность если у вас спиральность плюс спин по импульсу она его за нуля а если спиральность минус она это его собственная функция она его воспроизводит и наоборот если вы возьмете единицу минус гамма 5 то действовать на что мне не нравится знак должно быть наоборот что единица минус гамма будет соответствовать выживанию спин против импульса а у нас получилось наоборот может тут не надо а это дело условно вот этого минуса не надо вот такая как будет ваще прессуне поэтому тут будет наоборот и туда будет просто социальное оборот и еще больше а тут будет плюс и тут будет плюс поэтому вот это будет проектор на состояние с лямбла плюс 1 а 1 минус то есть на состояние со спином доли спиральность плюс 1 а 1 минус гамма 5 будет проектор на состояние с лямбла минус 1 он он будет за нуля состояние со спином доли пульса и выделять состояние со спином доли чем это удобно удобно мощи давайте распишем в явном виде вот это psi d psi подставляем psi в виде левая плюс правая через левую и правую в в только надо говорить об обозначении вот это psi левая например поопределить вот так обозначение left right теперь сопряжение которое будет обозначать вот так, оно будет так вот это определение, что такое целевая щерцовка теперь напомню свойства гомо-5, вот эта гомо-5, в квадрате она равна единице что еще, она антигомо-5, она антигомо-5, и наконец эти два проектора друг друга убиваются а вы знаете, она равна самой себе это стандартное свойство проекта и армитовское ну поэтому подставим вот Пси левое возьмем армитова сопряжелую вот эту как оно будет выглядеть это будет Пси кресло 1 плюс минус левое у нас будет минус минус гомо-5 попало вот это есть с ней левая крыша теперь надо еще с этой стороны умножить на гомо-0 гомо-0 можно протащить сюда она антигомо-5 и перевернет ее снова вот так согласно? получится ну а для этой наоборот гомо-5 надо переворачивать здесь будет минус и того вот это я все стираю я вам скажу сразу как говорится это не секрет для чего мы возимся слева-право в КХД если массами можно пренебречь то сейчас мы просто распишем что это равно левое-левое плюс правое-правое то есть левое-правое живут отдельные жизни и независимые и взаимодействие с глионами одинаково и в эритеринамике то же самое а славу взаимодействие не дают левое-правое взаимодействие по славому взаимодействию по-разному поэтому приходится отдельно работать с левым и отдельно с правым потому что они по-разному взаимодействуют так вот вот посмотрим например шлем Пси где за шляпкой Пси ну и подставим разменение Пси равно Пси левое плюс Пси правое это же самое Пси сердце мы начнем с левого левое сердце содержит вот этот ножич а это правое сердце а это правое сердце ну и будет четыре звага мы смотрим по очереди например вот этот сэйджер значит тут ставить единица плюс гомо 5 дальше матрица гомо мил единица минус гомо 5 гомо 5 антикоммутируется всеми четырьмя гомо мил поэтому если я возьму вот это и начну тащить ее направо сюда то антикоммутируя с гомо мил она перевернет этот знак и станет минус видно? поэтому получится квадрат этой матрицы а в квадрате она равна самой себе поэтому получится Пси сердце то есть проектор левый остался то же самое поиск правого еще раз хочу сказать что вы видите что вот тут выглядит как одна матрица на самом деле их две вот так стоят вокруг гомо 0 то есть вот это есть все левое а это есть все левое сердце ну поскольку она в квадрате равна самой себе но на самом деле она стоит в первой степени или она стоит вот так это одно и то же другими словами вот это шерсть он равен все левой с чертой все левое все левое все левое с чертой это вот это а все левое это вот это так что это ну тривиальности мы просто проверили что она не за нуля то же самое правое а перекрестные шлемы вот например возьмем этот на этот когда я буду протаскивать плюс гомо 5 через гомо оно превратится в минус гомо 5 умножить на это за нули поэтому перекрестные шлемы отсутствуют вот это весь ответ и что отсюда видно что полные вси за вси разбиваются на два независимых куска чисто левый плюс чисто правый нет шленов которые переводят левое вправо поэтому левость и правость становятся сохраняющимся квантовым числом учтите это стоит большая производная взаимодействие здесь есть речь не идет о свободной частиц а это взаимодействие то же самое будет в электродинамике разница будет в том что здесь стоит 8 глионов а в электродинамике тут стоит один потом и это единичная матрица вот и вся разница а по отношению к геральности к разберению левое и правое так будет все то же самое потому что вершина взаимодействия с глионом и с фотоном она из гамма-рмиона одинаковая что в электродинамике что в электродинамике поэтому это разберение налево-лево и вправо-право по взаимодействию в электродинамике выглядит точно так же что отсюда видно что для безмассового глиона взаимодействующего что с глионами что с катонами его геральность в смысле лево и справо сохраняется если у вас например электрон был по безмассовому и влетает в электромагнитное произвольное поле имея спин по импульсу будучи правым то сколько бы он там не перерассеивался у него спин не перевернется и он влево не превратится он вылетит у него спин будет спиральность сохраняется понятно? то же самое для глиона а теперь посмотрим на этот член смассы тут стоит 3 чертой Пси это число его можно выделить это вот такая конструкция свернутая по 4 директорским спиннерным индексам если подставить опять вот это Пси а вот это Пси с чертой а вот этого теперь не будет так вот тут будет стоять единиц ну масса это число то теперь видно что если я это уберу то например вот это умножить на это дотаскнуть и сработать еще раз вот это есть вселевая черта это есть вскравая черта это есть Пси левая а это есть Пси правая вот если между ними стоит единица то Пси левой чертой умножаясь на Пси левая дает ну а умножаясь на Пси правая дает не нуля выживание короче получит довольствие согласны? а? вот тут видите все наоборот что если есть масса то это оператор который превращает левое вправое или наоборот правое влевое тогда как здесь взаимодействие с леонами или фотонами уважает спиральность и превращает начальное левое в конечное только левое а правое только вправое а здесь этот стиль спиральность переворачивает хорошо хорошо то есть ладно значит что отсюда видно под модем этого если массы равны нулю у всех фермионов так? и вот их она в штук то тогда вот этого нет а есть только вот это что в электродинамике штук и хиты и тогда левость и правость то есть спиральность становятся сохраняющимся квантовым числом и поэтому появляется повышенная симметрия я могу отдельно крутить левое и отдельно правое в смысле отдельно возьму пси левое и буду крутить его матрицей его левое и у него будут свои углы альфа левое а правое при этом будет не крутиться а будет один вариант тогда этот вообще не меняется а этот будет по унитарности тоже вариант то есть они живут независимо отдельной жизнью вот это главное видно что можно отдельно крутить левый а правый не трогать и наоборот отдельно крутить правый какими-то своими углами а левый не трогать вот это матрицы поворота су nf будет левая грубая и все будет отдельно независимо правая грубая понятно чем я говорю что у вас эти четырокомпонентные деревья фирмионов если они безмассовые разбиваются на двухкомпонентные по сути левые и правые и взаимодействия их друг с другом не перемешивают если масса равна нулю и так а левые живут своей жизнью никогда правые не превращаются и наоборот и поэтому симметрия повышается флезерно я могу отдельно крутить левые делая унитарные повороты со своими углами а правые при этом будут стоять на месте по этой левой группе и наоборот могу отдельно крутить правые со своими правыми углами а левые при этом инварианты а симметрия будет быть прямым произведением это называется керальная симметрия а это еще называется керальность это проекция спина на ю и там если бы у нас парки были безмассовые или в ультрогрегативистом пределе когда энергия импульсует характерно намного больше массы и она дает только маленькие поправки масса делить на энергии тогда повышается и левые и правые становятся независимыми степенями свободы и взаимодействие сильное и электромагнитное становится то что называется керальная инвариант то есть квантовое число левое и правое сохраняются поправки которые его не сохраняют и тут только за счет массы вот вот этот шлин с масла он не уважает керамику превращает левое и правое но если у вас масса маленькая то поправки будут м делить на энергию и будут маленькие ну и в этом смысле первое приобретение можно и только не вывести и у вас керальность начинается сохраняется это я напомнил из прошлого года еще напомнил почему потому что сейчас когда мы перейдем к слабому взаимодействию то вы видите что в КФД в электродинамике вот этот главный член который описывает взаимодействие он уважает керамику левое и правое взаимодействие с глионами и с фотонами одинаково в точности и только масса нарушает а в слабом взаимодействии левое и правое взаимодействие по-разному в слабом поэтому там они живут совершенно с разной динамикой и вместе сваливать все в одну кучу левое и правое просто вообще негде вот этого я за это напомню все еще пару слов вот это реально такие у нас кварки в нашей жизни вы представляете какие массы например у кварка какая масса а ну сколько полу 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 это электрон а у везона какая масса 100 мл а у та у лептона 1,77 да ну вот методы вы помните у кварка где-то огромное 4 мл у д кварка 7 у с кварка сколько 150 мл так а у ц кварка это важно потому что в кхт есть масштаб который формально называется ланды усилить так это масштаб на котором взаимодействие становится сильно константа связи становится порядка единицы там начинаются непертурбативные эффекты там страшная теория возмущений не работает ланды поэтому это масштаб который формально это где-то там я не знаю 300 400 мл ну скажем 350 это условная цифра так вот если у вас а ну закон масса цикла поэтому очень важно каковы массы кварков входящей ландыжа по сравнению с масштабом вот этим кгт это вы можете рассматривать как масштабный пертурбативный эффект когда на таком масштабе взаимодействие становится сильнее масштабе уважно кварт тяжелый или легкий по сравнению с этим масштабе кто-то представляет полтора гв вот это масштабе ну пять можно взять посмотрите резонанс шипси встречали это как ромезон только тяжелый с массой 3 гв он состоит из ЦНТЦ кварк у него масса 3 гв ну значит ЦНТЦ где-то полтора гв а это из БНТБ состоит какой резонанс Y какая у него масса 10 гв ну значит масса B ну и наконец масса T сколько да ну может 175 пусть будет 175 вы видите насколько сильный разброс по массам кварка по массам электронов то же самое масса нейтрином это электрон вольт или доля электрон вольт точно еще сейчас не измерим но очень маленький электрон полмега мегон 100 мег Тау 1,7 и 8 г разбросы очень большие никто не знает почему потому что в основном откуда берется массовая частица ну она набирается за счет того что она взаимодействует внутри с кем-то и как-то но если казалось бы вы видите две частицы которые абсолютно одинаково взаимодействуют так у них и массы должны быть одинаковы ничего подобного если сравнить электроны мимрезон то они взаимодействуют одинаково и по сильному они вообще не взаимодействуют аллетомагнитные слабые они взаимодействуют абсолютно одинаково а массы у них отличаются в 200 раз и никто не понимает почему и это относится к кваркам и костям лептону почему такие разброски по массам при том что они взаимодействуют практически все одинаково Никто не знает на сегодня. Так что это один из таких самых плохих вопросов, на которых никто не может ответить. Так вот, если взять вот эти условно тяжелые, ну этот безусловно тяжелые кварки, этот достаточно тяжелый все-таки. Тяжелые кварки на масштабе энергии там несколько сот м, они не релятивистские, и этот масштаб для них достаточно маленький. То есть, ну например, какой-нибудь тип синон резонанс, который состоит, связанное с состоянием БНТБ. Энергия связи там порядка нескольких сот м. А масса по кваркам 5 г. Поэтому он сильно не релятивистский, это аналог атома позитория. Да? Ну и ясно, что если нас интересуют низкие энергии, то тяжелые кварки можно выбросить, они никакой роли динамической для описания того, что происходит при низких энергиях не играют. Легкие, вот, вот, кварки. У них масса меньше масштаба КФД. Поэтому, казалось бы, что мы на опыте знаем? Мы знаем, что у нас есть хорошая эзотопическая асимметрия пассивного взаимодействия. Да? А именно, что У и Д и кварки можно объединить в один дублет, с эзотопией спином одна-вторая, это будут верхние и нижние компоненты. И в пределе, если бы масса У и Д была просто равна друг другу, это была бы точная эзотопическая асимметрия по сильному взаимодействию. Это то, о чем мы здесь говорили. Вот представьте себе, что мы рассматриваем самые низкие энергии, в отношении к которым даже этот тяжелый. Энергии порядка, там, десятка, два десятка метра. Тогда останутся только легкие У и Д на таком масштабе. И если у них будет одинаковая масса, то это будет наша вот эта флеймерная асимметрия СО2. У нас будет всего два клеймера, У и Д. Понятно? Это то, что называется эзотопическая асимметрия, из-за спин, сохраняется. Но, чтобы он точно сохранялся, нужно, чтобы эти два кварка, образующие из-за дублета, имели одинаковая масса. Это, на самом деле, они не тем сильно отличаются. Два раза. Это же не маленькая разница масса в сравнении с самим массой. А известно, что точность, с которой выполняется эзотопическая асимметрия, это один-два процента. А казалось бы, что она должна нарушаться, ну сто процентов, поскольку масса это в два раза отличается. Никакой такой приличной асимметрии, казалось бы, вообще не должно быть. А в чём это за решение, в чём это решение? А? У них энергия, в районе своих массах, мало по сравнению с характерной энергией, если они заходились. Это правильно, но это недостаточно для объяснения. Понимаете, чтобы это работало, такое объяснение, нужно дополнительно объяснить, что Добавки от разности масс, назовём её ДТМ, будут входить в наблюдаемые амплитуды только в виде вот таких добавочек. А это уже маленькое число. А могли бы входить, например, добавки типа единица, плюс МУ, делить на МТМ, понимаете? А это уже добавка не маленькая. Поэтому, сам по себе факт, что если АНТКХД, он не гарантирует отсутствие таких добавок. Вот, если бы они были равны, но я поделил пополам, да? Если массы равны, вот это предел точной стопической симметрии, пусть у нас амплитуда какая-то будет равна единице. А теперь, если они не равны, то она вместо единицы будет вот такой. А это уже, ну, сильно отклоняется от единицы. Это будет три четверти, видно? Это же не на 2% поправка была, а на 25%. Такого не наблюдается. Поэтому всё сводится к тому, почему нет таких поправок. А есть только вот такие. Вот что не хватает для того, чтобы объяснить, почему так хорошо работает ажиотопическая симметрия. И что? Почему нет таких поправок? А есть только такие. Что-то можно сказать? Ой, значит, давай так договоримся. Я за временем забываю следить. Как проходит 45 минут, вы мне скажите, будем делать 5-минутный перерыв на будущее. Понятно? В 8-мин четверо, а я один. Просто вы молчите, а я говорю. Поэтому мне за временем трудно следить. А вы интересно рассказываете, продолжайте. Нет, это одно с другим не связано. Я ещё целое семестр буду рассказывать. Поэтому, просто, ну, полезно сделать перерыв? Можги немножко растрячутся. Давайте сделаем перерыв. Так. Так вот. Это вопрос. Что-нибудь? Можно сказать? Почему нет таких поправок? Вот я возьму какую-нибудь амплитуду там с протонами и с нейтронами. И, скажем, в пределе, когда массы кварков были бы одинаковыми, допустим, эти амплитуды были бы равны по эзотопической семье. А с учётом, что они не одинаковые, у вас появятся какие-нибудь добавки, например, вот такого типа, и они не маленькие, а большие. Почему такого не наблюдают? Ну, наверное, извиняюсь, как жанна нахим, что едет. Что, лограджан? Извизно, как жанна, сон, как тут едет на черте. Ничего из видов, лограджан, не видно. Наоборот, сказали. Лограджан, видно, что сильно нарушена симметрия. Масса у кварка и декварка отличаются почти два раза. У нас эзотопическая симметрия нарушена на 50-100%, по сути. Это понятно, что эзотопическая симметрия требует равенства масс 70 см, сходящих в один мультиплей. Это так, как она точно выполняется. А если вы массы развели, то вы явно нарушили симметрию, лограджан и варианты в эзотопическом поваре. Эзотопические повреды превращают, например, у-кварк, д-кварк, а д-кварк и у-кварк. Вот если так повернуть в эзотопическом пространстве на 180 градусов третий уровень. У и д поменяются ролями, а следы с разными массами при этом будут явно нарушать импорядок. Импорядок означает, что у вас входит u чертой u плюс d чертой d. То есть сумма квадрата. Тогда сумма квадрата – это квадрат длины из-за вектора, и он превращается в инвариант. А если у вас входят компоненты с разным весом, это не инвариант этого вращения. Ответ не за реальность. Ответ состоит в том, что инвариантность лограджиана на всей войне есть инвариантность наблюдаемых величин. Важно еще, какова инвариантность состояния, а не только лограджиана. И, в частности, основную роль играет свойство вакуумного состояния. Вот когда мы привыкли в электродинамики, например, если это полукатоны и электроны, то пусть у вас, например, будет электроны, миомезон и фотон. Два флэйва. Если массу миомезона взять равной массе электронов, то у вас будет тоже инвариантность точно. А если взять массу и развести, то будут поправки именно вот такого порядка в электродинамики. Если вы разведете в два раза массы, то нарушаться будет на сто процентов. А в КХД это не наблюдается. Разница в том, что если даже масса одинаковая в огражденном варианте, например, для двух флэйваров по изотоп-группе С2 изотопической, то в электродинамике вакуум тоже инвариантность. То есть масса поворота, действующая на вакуум, оставляет его инвариантность. Это есть, так сказать, нормальная реализация симметрии. А в КХД это не так. Это не так вот в каком смысле. Так, я вот это... И еще раз. Можно рассматривать два гипосимметрии. По нижней, но и повыше. Значит, есть просто инвариантность симметрии, которую можно вот так обозначить. Это когда я левые правые кручу одновременно. Это обычная изотопическая симметрия. Которые можете назвать СОН и СОН. Тогда, например, член МСССИ сумма по флэйварам. Н штук. Вот пусть у вас есть NF флэйваров, но у всех одинаковая масса. Тогда вот этот член, когда я кручу одновременно и левые и правые, то есть кручу весь четырехкомпонентный ПСИ как целое. Он очевидный норяд. Но если я кручу отдельно, левые и отдельно правые, то есть керамину рассматриваю повышенную симметрию, то он уже тянет норяд. Вот левые кручу, а правые один. Тогда этот меняется, а этот нет. И, конечно, видно, что это не инвариант. Поэтому... Это разные симметрии. И Ларшан, так сказать, обладает по отношению к ним разные варианты. Если массы равны друг другу, но не равны нулю. То вот такая симметрия, что называется векторная или диагональная. Когда я левая и правая кручу одновременно на одни и те же углы. Она будет инвариантностью Ларшана. А кераминой симметрии не будет инвариантностью Ларшана. А вот если массы не просто равны друг другу, а все равны нулю. То тогда этого члена нет. А член с производной инвариантностью по отношению к повышенной симметрии. Будь кераминой симметрии. Повышенная. Так вот... В электродинамике инвариантность Ларшана и инвариантность вакуума совпадают. В том смысле, что, например, если у вас будет два фермиона в электродинамике. И оба безмассовые. То Ларшан будет обладать СУ2 на СУ2 керальной симметрии. А вакуум будет инвариантен по отношению отдельно тоже к левым поворотам и по отношению к правым поворотам. То есть он будет тоже керальной инвариантностью. Все будет, ну как бы, стандартно. Симметрия Ларшана будет соответствовать симметрии наблюдаемого состояния. Если у вас массовые инвариантники равны друг другу, но не равны нулю, то у вас керальная симметрия явно отсутствует уже в Ларшане. Но векторная диагональная симметрия присутствует. Ну и тогда у вас нет... Понимаете, если у вас уже в Ларшане нет симметрии, то смотреть на состояние уже нет смысла. Симметрия уже все равно нарушена. Уже Ларшан не инвариантен. А вопрос более тонкий состоит в том, что Ларшан может быть инвариантен по какой-то симметрии, а вакуум нет. Такое встречается достаточно часто тоже. Называется спонтанное нарушение симметрии. Что такое слово спонтанное? Представляете? Да. Что? Что? Что значит спонтанность? Случайность. Нет. Не случайно. Спонтанность значит самопроизволие. Это не случайно, это не синоним. То есть мы привыкли просто по электродинамике, что симметрия Ларшана и симметрия состояния одинаковы. В КХД это не так. В КХД ситуация такая. Если у вас, например, массы не равны нулю, но равны друг другу, тогда симметрия генеральной симметрии не будет, а вот такая диагональная векторная будет у Ларшана. Да? Я вас еще не запутал? Еще раз. Если у вас есть NF флевер, и у всех массы одинаковы, то будет вот такая симметрия, когда я кручу одновременно все флеверы и левые и правые одними и тем же, одной и той же матрицей. Но когда масса не равна нулю, такой симметрии у нас, конечно, не будет. Которая крутит отдельно левая и независимо отдельно правая. Масса нарушает генеральную симметрию. В КХД, если я буду крутить вот такой векторной симметрии, то вакуум будет инвариальный, как и великодинамики. То есть тривиально эта симметрия реализуется. Но, если я возьму массу все равными нулю, то в Ларшане будет повышенная генеральная симметрия. СН левая, СН правая. А вот в отношении к этой симметрии, отдельно, уже в КХД вакуум не инвариальный. Это называется спонтанное нарушение симметрии. Когда Ларшан не инвариантен, а основное состояние не инвариантен. Мы будем дальше подробно об этом говорить. Это играет в слабом взаимодействии очень важную роль. В КХД оно тоже играет важную роль. Физически вот что происходит. В теории возмущений такого явления не наблюдается. В каждом порядке все это реально. Это не следствие непертурбативных эффектов, которые не видны в теории возмущений, в разложении вряд по конца дичьязи. Так вот, в динамике нет непертурбативных эффектов. А в КХД есть. Это сложная вещь. Но результат мы знаем. За счет вот этих неадолевских взаимодействий появляются непертурбативные эффекты. И они приводят к тому, что даже если у вас на граждане стоит масса равная нулю, вот этот парадок, то непертурбативные эффекты наводят в КХД в динамическую массу. За счет взаимодействий. И она будет порядка лян до КХД. 300 мм. Поэтому на самом деле, те гвардии, которые реально в природе бегают, их полная масса складывается из вот этой, входящей в лагриншан, вот этого параметра, который может быть маленьким. Это называется токовая масса. Плюс динамическая масса, которая наводится непертурбативными взаимодействиями, и которая в порядке лян до КХД. Поэтому полная масса у этой кварков, она не такая маленькая. А к этому надо прибавить еще лян до КХД, это называется конституальная масса. Динамическая. И поэтому в итоге, когда вы просматриваете какой-то там, допустим, ромезон, ну например, условно говоря, у вас есть три ромезонера, плюс, ром, минус, ром. Ну сравним, например, заряженный ромезон и нейтральный ромезон. Заряженный ромезон состоит, например, у антидеквардка. А нейтральный ромезон состоит наполовину зоу антиу, наполовину зоу антидеквардка. Понятно о чем? Ром плюс можно себе представлять, как связанное состояние у антидеквардка. А ром ноль, это вот что такое. Это комбинация с за спином единицы, с проекцией за спином на третью ось равной нулю. А? Минус, да. Именно если бы это был атак плюс, это был бы из-за сенгрей. Из-за спин был бы ноль. А в ромезоне из-за спин единицы. Вот эти три образуют изовектор. Это три компоненты изовектора. У-квард и Д-квард имеются за спин 1,2. Когда вы складываете два из-за спин на половинку, то полный из-за спин, в зависимости от того, как они сложатся, может быть или ноль или единицы. Но в этой ситуации у-квард это верхняя компонента из-за сенгрейса, Д-квард нижняя. У каждого из них из-за спин 1,2. Но у этого проекция плюс 1,2. У этого проекция минус 1,2. Поэтому у этой проекции плюс 1,2. У Д-квард минус 1,2. Но у сопряженного Д-квард тоже плюс 1,2. Поэтому это состояние с проекцией плюс 1. Ну тогда из-за спин не может быть ноль. Если проекция из-за спина равна 1. У этого проекция из-за спина минус 1. А у этого проекция из-за спина ноль. Это три компонента изовектора. А вот это из-за спины лето. У него тоже естественно проекция ноль. Но у него и полный из-за спины ноль. А у этого полный из-за спины тянется, а проекция ноль. А к чему это я? А, да. Что если У-квард и Д-квард имеют разную массу. Вот в этом смысле. Токовую массу. Вот эти. А та динамическая масса, которая доводится порядка до ТКХД. Она одинакова. В смысле, ну, в пределе, когда, допустим, эти вообще равны были бы нулю. Она какая была, такая и останется. Она на эти маленькие добавки не реагирует. Она держится на масштабе на ТКХД. Поэтому, если бы этого не было, то тогда свойства РООООООООООООООООООООООООООООО. У нас, за счет того, что массы Квардков сильно отмечаются, токов wyrom. То есть свойства РОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО do Manson. и на самом деле вместо этой формулы будет формула такого типа где вот эта полна сейчас я ее по-другому напишу это будет ну например условно говоря какая-нибудь амплитуда с Ру плюсом будет единица в плюс по отношению к Ру нулю здесь будет М полная условно говоря Ру плюса делить на М полная Ру нуля а полная это есть лянка ГХТ плюс например ну скажем сумма масс или полусумма сейчас не важно пусть будет пусть будет так а здесь будет 2Му плюс 2МД если пополам это будет не тут тоже одинаковая функция надо как-то развести я просто руками сделаю вот так например что реальная ситуация выглядит вот так что есть поправки вот такие на самом деле ну и теперь видно что на самом деле на самом деле поскольку массы У и Д намного меньше лянка ГХТ вот если бы они были даже просто равны нулю то конечно эзотопическая симметрия есть и отношение амплитуд ну там срок плюсон и срок нулю было по единице а хотя массы сильно разведены реальное отношение выглядит вот так и теперь если разложить по маленькому числу m то это по единице плюс m минус md видно? добавьте вот вот в таком порядке пропостановление разности масс как и должно быть это нарушение отклонение от единицы идет только из-за того что масса У не равна массе Д но параметров служит не отношение амплитуд или параметров служит вот это такой параметр был бы в электродинамике и это величина не маленькая вот это нарушающая разность а в пределе одинаковых масс эта сумма она стоит на месте считая что разность ну вот скажем меньше суммы и вот нарушения были по такому параметру они были бы довольно большими а реально за счет того что есть динамическая масса намного больше нарушения идут вот по такому параметру вы можете к этой ляге в знаменателе прибавить сумму масс ничего же не изменится мой большой диатопической симметрии на легких формах так хорошо работает как и для хотя на лаконжалном уровне она вроде бы сильно нарушена за счет непринформативных эффектов и появления динамической массы кварка а это есть следствие это связано честно стопроцентно с тем что вот это выполняется то есть по отношению к керальному преобразованию неправильно керальность тут не присяг достаточного достаточного что ему не равно МД это явное нарушение диагональное СВ вот это левое плюс правое про керальность сейчас не будем говорить это отдельная история поэтому к спонтанному я прошу прощения к спонтанному нарушению вот то что сейчас обсуждалось появление динамической массы оно не имеет отношения к спонтанному нарушению то есть вот это выполняется по отношению к обычным флейверным поворотам изотопическим а нетривиальный эффект создает появление динамической константной массы и вот это объясняет почему хорошо работает изотопик даже неплохо работает СУ-3 если сюда подключить третья квадрат если бы не все три массы были одинаковые у нас была бы не СУ-2 а СУ-3 флейверная симметрия в смысле диагональная не такая а вот такая когда я левый и правый кручу вместе одновременно одними углами а видно что масса С по сравнению с лентой она уже не так мала и поэтому если у вас тут вместо У и Д будет стоять например У-С это разность масс нарушает симметрию СУ-3 и даже если у вас появилась динамическая масса порядка лента то эта добавка уже не так мала ему конечно можно выкинуть по сравнению смс тут обычно реально стоит не просто лента буквально лента это символический масштаб тут обычно стоит ну что-то типа массы ромезона которые два лента ромезона реальность поэтому если ему выкинуть то тут будет МС делить на массу МС 150 мл это одна пятая это добавка типа 20% может быть нарушается если это выбор но 20% это не 100% все-таки она как-то в разумном приближении остается разумной силой Итого попробую в двух словах закруглиться что касается КХД все кварки делятся ну как бы на две компании легкие и тяжелые так тяжелые кварки сравнительно легко можно обрабатывать по аналогии они не реликвидистские ну в смысле складываются эти кварки образуются адроны связанные из тяжелых кварков то энергия связи там порядка ну она мала это аналог атома ну смотри как я обмежал если для солнца стоящий из двух тяжелых кварков это аналог атомов озетрони и эти кварки там неравидимистские константа связи довольно маленькая ну и как в озетроне с ним можно давать расчет потери возмущение. Есть мезоны, состоящие из одного тяжелого, одного легкого кварка. Типа, например, B мезон. Состоит из B и, например, антиу-кварка. Так, это аналог атону водородка. B играет роль протона, а легкий У играет роль электрона. Там, конечно, уже сложнее, потому что константа взаимодействия легкого кварка с тяжелым, она порядка единиц, она уже не маленькая. B-кварк не релятивистским остается, а У-кварк уже релятивистский, в отличие от атону водорода. Но, тем не менее, параметром разложения маленьким служит для ДКФД делить на большую массу B-кварка. Вот по этому параметру можно раскладываться, вот достаточно маленький, типа 1 десяток, и соответствующее разложение неплохо. Хорошо просто работает. Даже для C-кварка параметр лямда КХТ делить на массу C, не так хорошо, конечно, но более-менее все-таки работает. А для ДКФД, конечно, это все идет в обратную сторону. Разложением является параметром токовая масса делить на масштаб лямда КХТ. Для У-кварка это прекрасное приближение, это малое число. Для S-кварка уже 10-20, иногда даже бывает 30% нарушения наблюдаются в СТ-симметрии. А если бы не было динамической массы кварка, то тогда никакой даже эзотопической симметрии в помене бы не было. Она бы нарушалась на 100%. Это первая часть вопроса. А то, что здесь говорилось, это тоже правильно, на счет спонтанного нарушения. Что в КХТ, даже если бы, ну, например, мы эти СТ-кварки выкинем, а пусть все три массы легкие равны нулю, например, да, тогда в Лагриншане есть повышенная керайная симметрии. Отдельно можно крутить левые, отдельно правые. И Лагриншан остается инвариантным. А вот вакуум не остается инвариантным. Если только крутить левые и правые одновременно одинаково, то да-да. А если отдельно левые или отдельно правые, то вакуум на состоянии не инвариантным. Это называется спонтанное нарушение. Я больше сейчас о нем не буду ничего говорить, но как результат появляются аномально легкие пимизоны. Что-нибудь вам на эту тему говорили? Да, да. Так вот это и следствие спонтанного нарушения геральной симметрии в КХД. Мы об этом будем еще говорить. Я пока на этом историю с КХД напоминаю, еще заканчиваю. Переходим к описанию слабого взаимодействия. Так, что у нас? Мы начали с пол второго. Уже первая пара кончилась, да? Давайте сделаем перерыв. Естественно, в этот момент будет лучше. Сейчас 3.40 где-то, да? 3.50. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок